Приветствую вас и с точки зрения психологии, если вы задаете вопрос именно психологам, а не эзотерикам, к которым вам надо обратиться, если вы хотите погадать. Так вот, с позиции психологии ответ на ваш вопрос зависит от того, во-первых, зачем вам нужно быть молодым человеком, для чего, чем обусловлено ваше желание им быть. Для себя вы хотите с ним быть, для него вы хотите с ним быть. Это первое. Второе. Насколько вы являетесь собой, насколько вы естественны с ним, и насколько вы пытаетесь при нем быть кем-то. Соотношение того, где вы естественны, а где вы, например, пытаетесь быть кем-то для него, очень важно здесь. Если соотношение примерно поровну, то все хорошо. Если соотношение в сторону естественного поведения, да, то это тоже неплохо, но только в том случае, если молодой человек принимает вас. То есть, если он сомневает вас такой, каковы, то все порядок. Если же ему не нравится, если ему не нравится, и вы вынуждены быть для него с кем-то, то очень важно, чтобы вы понимали для себя, кто ему нужен, и не вредит ли вам то, что вы понимали для себя. То есть, что вы пытаетесь быть для него кем-то. Далее. Очень важно, чтобы вы для себя знали, какая женщина нужна молодому человеку. Что ему нужно от женщины, и так далее. Потому что, если данных аспектов вы не знаете, то я полагаю, вы вместе с ним быть не можете, потому что вы не знаете, какая женщина ему нужна. Вот. Это тоже важный такой момент. Значит, вот в принципе то, что можно сказать, называя факторы, от которых зависит ответ на ваш вопрос. Отдельно хочется сказать, что если вы являетесь женщиной, если вы чувствуете себя женщиной с ним, то очень важно, чтобы вы ответили себе на такой вопрос. А вот без него вы себя женщиной чувствуете или нет? Если вы только себя чувствуете вы женщиной, то это плохо для вас, к сожалению. Потому что тогда это означает, что он вам нужен. Тогда это означает, что вы в нем не ставите. А это, в свою очередь, делает вас от него зависимым, что не добавляет успешности вашим отношениям и здорового акцента и, в общем-то, естественности, счастья, гормонии. То есть нужно определить ваше поведение с ним, это первое. Второе. Нужно определить вашу попредственную сферу, если быть. Вот. И в-третьих, нужно увидеть, насколько вы со своим молодым человеком свободны. То есть я имею в виду, насколько ваше пребывание с ним, насколько оно проявление вашей доброй воли. Потому что одно дело, если вы хотите с ним быть просто, и другое дело, когда вы хотите с ним быть, потому что вам он что-то дает. Ну, например, дает вас возможность почувствовать себя женщиной. Это вот тоже очень важный момент, и именно об этом с точки зрения психологии вам нужно подумать. Если же вы все-таки обращались к эзотерикам, то задайте этот вопрос и вы получите ответ от них такой, какой вас устроит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его улучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!